Привет, друзьяшки! У нас сегодня четвертая серия безумных, супер-плоских миров, в которых мы создаем самые безумные плоские миры. Такие, чтобы у Майнкрафта мозг свернулся в трубочку и его начало ожесточаемым образом влагать, плющить и вообще глючить. Поэтому, ребят, не забываем тысячу лайков. Следующий ролик упаковывается, отправляется на канал. Как правило, у нас рубрики чередуются по смыслу, так что, ребят, понял, да? Тысячу лайков собираем мгновенно и тут же выпускаем новый ролик. Так, самое главное, дорогой друг, с тебя, вот, тебя лично всего лишь навсего один лайк. Это просто, это легко. Просто нажимаешь кнопочку и смотришь дальше. Поехали! И спасибо, кто так делает. Приветствую, дорогие друзья, с вами снова Герон, и сегодня мы начнем прямо-таки с самого главного. Как вы знаете, у нас топ-100 самых безумных, невероятных и фантастических суп-плоских супер-миров, состоящих из нескольких слоев. Поэтому они составляются так, чтобы вызвать взрыв мозга у Майнкрафта, чтобы его глючило, лагало и плющило по полной программе. Короче говоря, мы занимаемся тем же, тем же, что и раньше. Экспериментируем с Майнкрафтом по полной программе. Раньше, до плоских миров, мы занимались большими атомными взрывами. А также, ребят, хочется вам рассказать грустную, печальную историю. Как вы знаете, эксперименты с большими, плоскими, многослойными, особо подчеркиваю, многослойными, плоскими, супер-плоскими мирами, придумал именно Герон на русском языке. И он впервые стал это снимать. 24 марта я снял первый ролик, ну а дальше, естественно, идею утащили и растиражировали. Бог с ним, с этой идеей. Но, блин, автором идеи назначили вообще другого мужика. И мне, конечно же, очень печально. И только ты, дорогой друг, можешь исправить ситуацию, просто рассказать всем заинтересованным лицам, что идеи с многослойными, экспериментами, многослойными, супер-плоскими мирами принадлежит Герону. Потому что до Герона люди просто тупо взрывали супер-плоский мир из динамиты. Или просто из песка, или просто из гравия. Все, из одного слоя. А мы с вами занимаемся созданием сложных многослойных структур. В прошлой серии мы с вами даже создали, точнее, я создал редстоунный механизм. Но сегодня у нас миры подписчиков. Знаете, почему они так называются? Потому что вы их поедете. Теперь мы давайте попробуем, что будет, если создать мир, который состоит из следующих слоев. Внимательно смотрите за руками. К сожалению, использовать в качестве блока кровати нельзя, потому что кровать это энтити точно так же, как и тележка. Давайте смотрите. Вот здесь сверху част. Что самое интересное, каждый раз, когда заходишь в эту менюшку, здесь появляется новое отображение сундука. Как видите, очень забагованные и глючные. Дальше вместо кровати получился просто слой воздуха. Давайте зайдем в этот мир, наконец-таки. Кроватный. Точнее, из сундуков состоящий. Глюкануло. Глюкануло. А теперь самое интересное. Вы видите здесь сундуки? Нет. Они стали прозрачными, поголовные. А их открыть можно? И птическая сила. Мы с вами, по-моему, изобрели бесконечный сундук, да? Вау, 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 вау. Господи, что это такое? Мы создали с вами увеличенный сундук. И главное, они офигительно прозрачные. А если ночь включить? Офигеть. В прозрачной сундуке. О май гад. О май гад. Мы опять что-то очень интересное и глючное из-за вагона изобрели вместе с вами. Ладно. Не зря советовали мне создать мир из сундуков. Реально интересно. Дальше у нас идет мир из рычагов. Конечно же, сверху мы внизу приделали слой динамита. Как видите, все рычаги точно как же. И поршни всегда смотрят вниз при любых обстоятельствах. Ну, если их использовать при создании плоского мира. Прикольно. Что-то мне это напоминает. Какое-то, вы знаете, поля каких-то необычных растений. Снова вылетает Майнкрафт. И вот получается то, что получается. Безобразие. Бардак. Мне это не нравится. Но, как видите, вот так выглядит мир из рычагов. Теперь самое интересное. Как выглядит мир из кнопок. Я не знаю почему и откуда появился этот кусок камня. Его ломать нельзя. Потому что точно так же, как и кнопки трогать руками нельзя. Все вылетает нафиг. Вот здесь я, видите, потрогал одну кнопку сломал. Точнее, стоп. А куда блоки и камни делись? Эй! Игра, ты что? Офигеть можно. Я думал, что они будут просто, знаете как, они висят в воздухе. Я думал, что кнопки будут, опять-таки, ну, как сказать, прилепиться к этим ТНТ. Можно будет ходить, нажимать кнопки, и они будут взрываться. Вместо этого они просто вот так вот висят. А, вспомнил. В 1.7.10 кнопки можно ставить только на стену, но вниз нельзя. И получилось то, что получилось. Тоже неплохо выглядит. Прикольно. Давайте смотреть дальше. Что вы хотели посмотреть? Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Вот, мир из огня и динамита. Как ни трудно догадаться, он тут же начнет детонировать. Поэтому мы сейчас сделаем копию такого мира точную. Все очень просто. Сверху огонь огня, внизу один единственный слой динамита. И все разлетается к чертовой бабушке тут же. То есть здесь никаких глюков нету. А, я сделал два слоя динамита. Мой молодец. Короче, Майнкрафт соображает правильно. То есть, о, тут есть огонь. Классно, интересно. Поставил лайк. И все. Да, Майнкрафт мне тоже ставит лайки под видео. Шутка про лайки. Что может быть лучше? Просто шикарно. Просто бесподобно. Просто бесподобно. Еще к тому же, если у тебя хороший ресурсфак, то неплохо так все отображается. Главное, уже давным-давно блоков нет, но все равно что-то взрывается по инерции. То ли Майнкрафт думает так, что-то блоков многовато взрывающих. Давайте так, мы убьем текстуру блоков, потом добавим текстурки взрывов, и вообще будет эпик. Вот так и должен выглядеть конец света, ребят. О, мне даже разлагало. Вот тут все, можно строить домик. Давайте сейчас построим домик из грязи. Все, выживание в этом аду. Давайте попробуем. Не обращайте внимания, ребят, я пайкалываюсь. Нет, ты смотри, действительно домик не разрушается. То есть взрывная волна пошла дальше. Но если отлететь слишком далеко, Майнкрафт опять крашнется, и напишет, что Герон, ты извини, конечно, но ты слишком много хочешь памяти на свои... на свои взрывы. Твой компьютер не справится, так что иди лесом, и закроется. Обалденно. Офигеть. Ладно, поехали дальше. Давайте мы выйдем из этого мира. О, он даже закрылся. В этот раз у меня закрылся нормальный Майнкрафт. В прошлый раз он не захотел этого делать. Дальше. Многослойные миры можно делать, ребят, из многих-многих слоев. С нулевого до 256-го. Включительно я вам сейчас покажу пример. Это просто пример возможности плоских миров. Смотрите, сверху у нас идет Бедрок. Дальше слой воздуха в 64 блока. Для чего? Для того, чтобы у вас был полноценный мир. Дальше слой травки внизу, и под ним в блок земли. То есть полноценный супер плоский мир, который накрыт крышей из Бедрока, по сути говоря. Вот как это выглядит. И в результате мы с вами получаем очень интересный ночной мир, где цаит полный мрак и хаос. И почему-то я заспаунился на крыше мира на 69 уровне. Окей, падаем вниз. Офигеть. Смотрите, то есть я сломал одну дырку, и здесь появилось вот такое освещение. Давайте включим Night Vision. По идее сейчас будет спауниться огромнейшее количество монстров. В общем, в таком мире вполне можно выживать, потому что слой песка есть. Всего слой песка. Да и в любом мире, кстати, который я вам сегодня показывал, можно, в принципе, при желании выживать, если очень сильно захотеть, и поставить правильную модификацию. Вот, тут скелеты, пауки. Напоминаю, что я включил зелье ночного, ночное зрение, чтобы было видно, что здесь происходит. Но выглядит все это очень прикольно. Нормально спауниться. Просто шикарнейшее измерение, в котором будет стоить целая вечная ночь. Вечная ночь. Что может быть романтичнее. Ладно, ребятушки, времени у нас мало, а нам нужно смотреть дальше. Так, и если мы вдруг внезапно соберем много лайков, я вам все эти коды этих миров отдам без лишних вопросов. Ну, там, полтора тысячи лайков, например. Тысячу мы и так собираем за сутки, а так будет полтора тысячи лайков. Почему нет? И не пишите, что я жадный. Лайки ставить это вам не ролики. Делать это гораздо проще. Вот, теперь мы попробуем выяснить, что будет, если поставить два слоя снега, сверху поставить тыквы. По идее, должны автоматически заспауниться много-много-много снеговиков. Вот так вот, вот в таком расположении. Понимаете, да? Надо, давайте посмотрим. Так, где эта кнопка? А, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот она. Герон, не тупи. Хэштег, Герон, не тупи. Итак, что будет, если мы сломаем один блок тыквы? Майнкрафт крашенец? Нет? Эй! Вы, слышите вы, читеры? А, то есть в Майнкрафт такой вариант не устраивает. То есть нужно персонально руками построить блоки. Эм. Окей, то есть в Майнкрафте защита от подобной глупости игроков она все-таки предусмотрена. Как видите, этот фокус не работает. Окей, хорошо. Снегреки автоматически спавниться не хотят. Тогда давайте посмотрим на железных големов. Теперь мы просто сделали два слоя, три слоя железа и под ними тыквы. И, конечно же, наши самые железные големы спавниться не будут, потому что им нужно вот такую конструкцию, Т-образную. Причем ее можно располагать как угодно, можно вот так сделать, например. Странно. В 1.7.10 этот фокус не работает. Здесь железных големов нужно ставить именно в таком расположении. Только вертикально. Прикольно. Короче, этот мир тоже не работает. И это тоже вы хотели сами увидеть. Все, ребят, делаю по вашим комментариям. Потому что у вас как-то с идеями гораздо интереснее получается. Так, теперь. Теперь, теперь, теперь. А, вот. Тенты Иран обыкновенные. Можно прыгать. Баян. Но, тем не менее, можно даже выживать в этом мире. Если я смогу добежать до деревни, например, и не упаду, то, в принципе, можно поселиться в деревне и как-нибудь там выжить. Довесина там есть, ростки можно, в принципе, найти. Все остальные ресурсы можно выторговать у жителей и будет вам полноценное выживание в Тент Иране. Наверное. Но тут есть подвох. Я могу умереть от голода гораздо раньше, чем добегу до какой-нибудь деревни. Нормально. Слой прижимной плиты. Внизу идет слой песка. Дальше идет динамит. Все просто. Теперь еще остался последний мир. Он называется с наковальнями. А, нет. Наковальные я вам показывал уже. Сейчас покажу. Ну и напоследок, ребята, рассказываю, как можно использовать, создавать плоские миры, как и обещал. Смотрите, что нам нужно. Во-первых, нам нужно, ну давайте вот так, зайдем в менюшку создания, заходим, создаем креативный мир или в режим выживания, как вам нравится. Здесь выбираем супер плоский мир, здесь кастомайз, здесь нажимаем пресет, и вот-вот сюда вбиваете те формулы, которые я оставлю в описании под видео, просто не задумываясь. Вот так вот, Ctrl-V сюда вставляете, вот это удаляете. Допустим, вот так мы удалили. В общем, удалили вот так вот, и просто Ctrl-V делаете, и все.